Даже в том случае, если насчёт дудоса своего самого вот этого вот родного, нормального и классного проекта. Блэк Раша, но я ничего не утверждаю, потому что многие любят мне приписывать то, что я утверждал заранее и вообще мог всё это предсказать. И вообще чуваки такие типа, блядь, а он реально предсказатель, он блядь этот Нострадамус ёбаный, он как вообще... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Около полугода назад у меня выходил видеоролик под названием «Я вам говорил о GTA Sam», в котором я на протяжении практически, ну, 8 минут говорю о том, что вот, ну я же вам говорил, ну вот я же вам, блядь, говорил, а вы же меня, сука, не слушали, вы же мне, сука, не верили, вы думали, блядь, какой ты дебил, что ты вообще такое несёшь? А потом оказалось, что всё это произошло именно так, как я говорил, и чуваки такие типа, блядь. Ну, на самом деле это было понятно для всех, как бы, да, то есть это изначально было понятно, а для тех, для кого не было понятно, да, ну, значит, они просто дураки-дебилы, а ты как бы, ну, говоришь очевидные вещи и вообще, как бы, ну, за что ты делаешь-то такое. И знаете в чём дело? Не так давно, около, опять-таки, недели назад или чё-то наподобие того, у меня также выходил ролик, где я рассказывал про то, что вот Black Rush дудосит. Непонятно кто, непонятно как, есть только одно предположение у Black Rush, основанное на переписках вот людей, которых они там видели в Live Mobile, они там давали и комментарии по поводу всех этих дудосов, всего вот этого прочего. Ролик с дудосом Black Rush мог выйти ещё там больше двух недель назад, ну, неважно. В общем-то, как-то так там всё это было, то есть сначала выходил ролик, где я просто говорил о том, что Black Rush дудосит и непонятно кто потом, на основании того интервью, которое они дали, я уже говорил о том, что вот, ну, вполне возможно их дудосит, конечно же, с Антропе, потому что даже в том случае, если принять аргументы с Антропе и вот этой вот всей барвихи, и вот всё-всё, вот это вот, знаете ли, прочего, то всё равно, так или иначе, ну, тем не менее, более-менее, и вот всё-всё-всё такое подобное Black Rush для меня в том конфликте, в той такой, знаете, двоякой ситуации находилась в победителях, и выглядело для меня более удачно, более, так знаете, ну, как-то правдиво, что ли, или вроде того, и вот не так давно, там, то ли в 20-х, то ли в 21-х числах, а где-то так запустился дудос на барвиха рулиплей, ну, до этого, до этого, я просто вас, так знаете, заинтриговал, но до этого, в том как раз-таки ролике под названием, там, Black Rush'у дудосят, или там, а кто дудосит эту самую Black Rush'у, или там ещё как-то вот эти все ролики назывались, но так ли это нужно для понимания всей вот этой вот картины, я не знаю. Тем не менее, там вот я предположил, что, возможно, когда Black Rush'а оправится от всего вот этого дудоса, от всего того, что там с ней приключилось, и, возможно, приключится ещё потом, вполне возможно, они решат отомстить и запустят дудос как раз-таки на барвиху, потому что, ну, барвиха это единственные чуваки, на которых они, в принципе, могут подумать насчёт дудоса своего самого вот этого вот родного, нормального и классного проекта. И, как я понимаю, вполне возможно, это опять-таки моё предположение, но, скорее всего, я прав, Black Rush'а решила отомстить. Возможно, что, конечно же, не сама Black Rush'а, не сами там чуваки сидят, вот эти вот все пакеты на сервер отправляют, чтобы там сервак лёг, и вообще непонятно, что с ним было, и вот всё-всё-всё вот такое прочее. Вполне возможно, это делают не они, вполне возможно, что они, там, знаете, как-то через каких-то третьих лиц, как, допустим, было и в ситуации с дудосом Black Rush'а, там непонятно кто, непонятно как, непонятно можно ли найти тех людей, которые дудосят всё это, и, в общем-то, да. Вообще, как я уже и говорил в ролике про Гамбит Ролиплей, который вышел не так давно, то, что действительно сервера в GTA Sampe начали дудосить. И почему их начали дудосить, лично мне, знаете ли, ну, не особо понятно, разумеется, дудос это, наверное, неплохой способ так дестабилизировать конкурентов, но это же дорого. И лучше, как мне кажется, вот эти вот деньги, которые чуваки потратят на дудос, лучше их, знаете, вот потратить на какие-то обновления, на рекламную кампанию, на всё-всё-всё прочее. Но в целом, в целом, какие вот вообще итоги всего этого мы получили? В подозреваемых у нас, разумеется, есть Блэк Раша, но я ничего не утверждаю, потому что многие любят мне приписывать то, что я утверждал. Когда я просто вот обвиняют меня в чём-то, да, я говорю, ну что, вот что я сделал-то не так? И просто и скидывают мне ролик, в котором я говорю, что, ну, я предполагаю, ну, возможно, я думаю. То есть, когда я говорю, что я думаю или там вот что-то наподобие того, это значит, что это моё личное видение данной ситуации. И прислушиваться к нему или нет, дело каждого вообще свободного такого человека, гражданина своей страны и вообще, то есть, свободного человека и гражданина своей страны и свободного человека, как бы, ну, я тоже, я надеюсь, что вы это всё не забыли. И понимаете, то есть, это, наверное, переиздание того самого видеоролика, в котором я говорил о том, что, блядь, ну я же говорил, ну я же говорил, что вот так вот оно всё есть. Вообще, посмотрите, ролик, он замечательный, хоть и такой, знаете, невзрачный, Там не особо такое выделяющееся превью И его достаточно сложно замечать Но там всего 150 просмотров И чуваки я так думаю еще не поняли Что я гений, что я оракул Что я все это знал заранее И вообще мог все это предсказать И вообще чуваки такие типа Блять а он реально предсказатель Он блять этот Нострадамус ебаный Он как вообще все это сделал то блять Или что вообще такое получилось Что вообще такое случилось то И вообще вот что то наподобие того Но ладно, ладно, это не особо важно Потому что сейчас Барвиха Ролеплей хоть и пишут Что она вроде как уже там поправила Вот эти вот все проблемы с оборудованием Со всеми вот этими прочими своими вещами С тем что у них было там ненормально Не в порядке и вообще А непонятно как там все это происходило Вроде как она поправила Но я привык опираться Господи прости меня господь за то что я скажу На мониторинг лайфмобайла При том что лайфмобайл Как и лайфсамп Как и любое другое такое знаете А печатное электронное электретное издание В котором есть приставка лайф Оно как бы хуёво Потому что всеми этими журналами Руководит Ромка Злобин А мы то все с вами знаем Что это такое знаете ли за человек Ну ладно, ладно Давайте вот все это отбросим И посмотрим правде в глаза Ну или хотя бы с сухим цифром И вот всему всему прочему Хоть и пишут что Барвиха вроде как поправилась Но в мониторинге Ну её вообще нету А в Сантропе кстати там Онлайн ноль из шести тысяч Или там сколько трёх тысяч Или там из кольки-то ещё тысяч Ну неважно И в общем-то как-то всё это происходит Именно так Видимо ещё и решили задудосить А Сантропе вместе со всем этим Ну ладно, ладно Мы Вернее кто мы то блять Если только я обо всём этом рассказываю Я более говорить ничего не буду Потому что я и так уже много всего предположил И в целом вы в комментариях можете также предположить Кто может дудосить Сантропе, Барвиху и всё прочее Я больше всего склоняюсь конечно же К Блэк Раше Но вы можете написать своё предположение Своё мнение в комментариях А вообще я играл на проекте Резона Рулиплей Феникс IP, а также мой никнейм Данте Коннор Находится в описании данного видеоролика Там же находится ссылочка на мой телекрам-канал И в телекрам-канале у меня там есть много всего Всем спасибо за просмотр Всем пока И кстати, увидимся тут же завтра в 20.00 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok